Сегодня я хотела бы вкратце осветить очень интересную тему, я думаю, для многих юристов и не только юристов, как международный коммерческий арбитраж. Для меня лично эта тема стала очень интересной еще в студенческие годы, затем уже будучи стимедиатом программы Балашаков во время учебы, я очень заразилась этой темой. В Лондоне мои профессора, очень известные арбитры известных арбитражных судов, как профессор Джулиан Лю и профессор Люкас Мистелис, также вдохновили меня на более подробное изучение этой темы уже у себя на родине, в Казахстане. Поэтому сейчас, мне кажется, этой теме необходимо уделять время и постараюсь вкратце ввести в курс по данной сфере права. Что такое международный арбитраж? Прежде всего, это институт, не входящий в структуру государственной судебной власти, а является альтернативным методом разрешения спора, обычно между компаниями, на рассмотрение которого передают споры по гражданско-правовым договорам. Арбитраж, как наверняка многие знают, это обычно один или три арбитра, которых стороны выбирают сами, тем самым показывая свое доверие к арбитрам. Сегодня уже в Казахстане сформирована правовая база, регулирующая данные института ретейских судов и международного коммерческого арбитража. Несмотря на всю существующую базу, несмотря на то, что законы приняты еще в 2004 году, реальный интерес частной компании к данному институту возник относительно недавно, может быть, ввиду слабой осведомленности об этом институте, но факт есть факт. Но почему же все-таки наши компании обращаются в международный коммерческий арбитраж, либо вообще в третийские суды? Я, будучи юристом в частной компании, подтвержу, что компании обращаются в первую очередь в арбитраж, потому что они надеются на объективное, беспристрастное и конфиденциальное рассмотрение спора. В теории на самом деле это так, но, к сожалению, на практике у нас в законодательстве нашей страны существует ряд моментов, которые, на мой взгляд, затормаживают процесс развития арбитража. Первый такой момент – это то, что резиденты Республики Казахстан, то есть, например, если спор между двумя казахстанскими компаниями, данный спор, к сожалению, не может быть передан на рассмотрение международный коммерческий арбитраж, а может быть передан только на рассмотрение в третийские. наши третийские местные суды. Казалось бы, ничего в этом такого нет, но когда речь идет о крупных, даже крупных местных компаниях, особенно если это дочерние компании, на странах компании, головные компании, у них нету большого доверия к нашим третийским судам, у которых нету долгой признанной истории ведения больших дел. Поэтому, естественно, они хотят передать свой спор на рассмотрение либо в Лондон, либо в Стокгольм, когда, к сожалению, наше законодательство это не позволяет. На рассмотрение международный арбитраж, коммерческий арбитраж необходим для этого иностранный элемент, то есть спор должен быть между Казахстанской и какой-либо иностранной компанией. Другой существенный вопрос, который, мне кажется, необходимо решать на законодательном уровне, это вопрос конфиденциальности. Проблема заключается в том, что спор, рассмотренный в арбитражном суде, уже попадая в Государственный суд Республики Казахстан, к сожалению, становится публично доступным, открытым. Когда на самом деле принципы арбитражного введения спора – это закрытость и конфиденциальность. Но вот в Великобритании по этому поводу уже приняли ряд мер на законодательном уровне. То есть процессуальное законодательство Великобритании позволяет получать специальное решение суда, которым ограничивается доступ к такому решению для третьих лиц. В этой связи, конечно, в Казахстане целесообразно было бы также ввести норму, которая бы устанавливала обязанность для компетентных органов, будь то суда, рассматривать уже споры по исполнению арбитражных решений в закрытом режиме, без доступа для этого третьим лицам. Другой вопрос, который также касается вопроса конфиденциальности, который, на мой взгляд, необходимо решать – это вопрос ответственности за несоблюдение конфиденциальности. В нашем административном кодексе, в кодексе об административных правонарушениях есть статья 497. Оно четко говорит, что есть ответственность за раскрытие сведений, конденсиальных сведений о физических или юридических лицах, но максимальная ответственность там идет до 200 мрп. То есть, на самом деле, для споров, где речь идет о очень крупных суммах, данная ответственность минимальна. И здесь, на мой взгляд, эта норма не должна быть применима к арбитражным разбирательствам, и в нашем законодательстве должно появиться больше норм, закрепляющих ответственность за несоблюдение конфиденциальности именно при рассмотрении арбитражных споров. Регламенты многих арбитражных судов, как в Казахстане, так и за рубежом, к сожалению, также не предусматривают большую ответственность за разглашение сведений, которые являются конфиденциальными для сторон арбитражного процесса. Ну и самое главное, конечно, наверное, последствия несоблюдения конфиденциальности – это утрата того авторитета арбитражного института или суда, который рассматривал этот спор. Многие наши арбитражные суды, которые начали совсем недавно свою историю, не хотели бы потерять такой авторитет, но такие вот законодательные какие-то недочеты и не должны этому помешать. Опять же, я сошлюсь, наверное, на пример Великобритании. Также закреплен принцип соблюдения, принцип свидетельского иммунитета арбитра. На мой взгляд, это очень важный институт, которого, к сожалению, в Казахстане нет. Наши арбитры, они не защищены и в каких-то крайних случаях, к сожалению, могут быть допрошены органами следствия, либо другими компетентными органами, что, на мой взгляд, непозволительно, и это противоречит вообще сущности арбитража как альтернативному методу разрешения споров, когда стороны хотят вести свое дело в закрытом режиме. Другой, на мой взгляд, очень важный вопрос, касающийся такой сферы права, как международный коммерческий арбитраж, его развитие в нашей стране, в Казахстане, это является признание и исполнение решений международных арбитражных судов. К сожалению, официальной статистики не ведется, но добровольно исполняются решения лишь в 15% случаев. Во всех остальных решения арбитража судов, они на территории Республики Астан исполняются в принудительном порядке, когда здесь уже действуются органы исполнительного судопроизводства и рассматривается вопрос о выдаче исполнительного листа на исполнение того или иного решения. Но, на мой взгляд, необходимо всем компаниям учитывать и осознавать еще до передачи спора на рассмотрение международного арбитража, является ли предмет вообще вашего спора, подведомственен ли он арбитражу или нет. Так как в статье 33 закона о международных коммерческих арбитражах в Нью-Йоркской конвенции также очень важно знать, что в Гражданском процессуальном кодексе есть ряд статей, которые четко говорят, что определенные споры, они не могут быть переданы в арбитраж, а могут быть рассмотрены только в государственных судах. Поэтому компаниям это очень важно знать, и я сейчас, будучи юристом на практике, понимаю важность этого пункта, что лучше сейчас осознать, что спор не может быть передан в международный арбитраж, и тогда это позволит сохранить всем сторонам и время, и больших усилий, и времени, и денег, что очень важно в наше рыночное время сегодня. Хочется рассказать такой пример, когда на практике известно еще в 2005 году, сразу после того, как были приняты законы о международном коммерческом арбитраже и в российских судах, в наш комитетный суд Республики Анастан пришло решение против трех ответчиков, решение лондонского международного коммерческого арбитража. В этом решении суд посчитал, что не было четкого распределения ответственности между ответчиками, когда в нашем законодательстве необходимо четко в решении указать, либо это солидарная ответственность, либо это какая-либо иная ответственность, но так как этого не было прописано в решении лондонского международного арбитража, наш суд при решении вопроса выдачи исполнительного листа, он посчитал, что это противоречит нашему законодательству, эта форма решения, и отказал в выдаче исполнительного листа. Я понимаю, что этот случай был давно, еще 7 лет назад, но все-таки хотелось бы, чтобы таких случаев вообще не было, чтобы наша страна именно на арене развития международного арбитража выглядела достойно, солидно, и чтобы все не боясь передавали споры, где присутствует элемент по Казахстану в наши международные арбитражные суды, либо вообще в комитетные суды на стадии исполнения. Вообще, в целом, хотелось бы сказать, что Казахстан очень молодое государство, но несмотря на эту молодость, Казахстан старается и каждый год принимает какие-то поправки в различные законодательные акты. последние поправки были приняты в 2010 году, но уже два года прошло. И вот те небольшие моменты, озвученные мной сегодня, мне кажется, должны быть также приняты во внимание. И мы юристы, часто практикующие юристы, должны приложить все усилия, чтобы эти моменты были как-то устранены для нашей же с вами пользы, чтобы нам было легче работать, чтобы наши иностранные партнеры по бизнесу не боясь передавали споры в международные арбитражные суды. Сейчас в Казахстане существует около 13 третийских и международных коммерческих арбитражей. Я сама являюсь также одним из арбитров международного арбитражного суда при торгово-промышленной палате Республики Казахстан. И осознаю, что данный институт, ему должно быть уделено еще больше внимания, чем, к сожалению, сейчас имеется. Ну а всем студентам, которые хотят подать, например, на специальность международный арбитраж, хотелось бы просто донести, что просто юрист, юрист, работающий с бумагами, предоставляющий консультации по телефону, либо даже составляющий какие-то договора в рамках проектов по, например, проектному финансированию. На мой взгляд, это все равно юрист еще не с большой буквы, так как, на мой взгляд, реально профессиональный юрист – это тот человек, который услышал другую точку зрения. А именно другую точку зрения можно услышать и понять только, на мой взгляд, в судах, либо арбитражных судах в нашем случае. Поэтому, мне кажется, перспективы развития арбитража в Казахстане есть. Все зависит от нас, поэтому будущее за арбитражом. Я надеюсь, сегодняшний небольшой экскурс в область международного коммерческого арбитража поможет этому и, может быть, некоторых натолкнет на какие-то решения либо на практике, либо вообще ввиду выбора будущей профессии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok